дорогие друзья у нас в гостях наш постоянный покупатель дионисий южаков и да вот он у нас заказал еще один шлем с 2 386 поучаствовал в заказе предзаказе заказ это такая такая штука для наших постоянных покупателей это когда человек нам оплачивает шлем до того как мы везем оптовую партию там со скидкой минус 20 процентов и мы там через некоторое время собираем большую партию привозим и в том числе нашим постоянным покупателям продаем шлемы на 20 процентов дешевле вот этот шлем доволен до ну и я попросил дионисия рассказать о теме 384 дело в том что дионисий пользуется им сколько полтора года до до прошлую прошлой осенью купил да да это в декабре когда весь сезон 16000 в нем ну и вот это другая раскраска у вас там немножко другая да да ну там асфальт это немножко другая раскраска ну точно такой же дионисий я попрошу рассказать о минусах и плюсах этого шлема что нашим покупателям было понятно за что там стоит или не стоит платить деньги потому что продавцы нам что нам главное деньги заработать вот а вы чтобы рассказали людям чего здесь есть хорошего и плохого ну давайте из минусов из минусов во первых отсекатель мешает закрываться поэтому значит и шторки обычно что мы используется летом подсекатель особой надобности нет стекло и так не потери в принципе спинлоком она не потери в каком случае отлично держит если снимаешь вы даже вот что куда да я снимаю я ездил при нуле вот весной но легкий минус спинлоком стекло держит дыхание не запотевают с открытым визором когда едешь прикрытым со щелем как раз и ответ когда болтает в принципе не очень критично но мешает зрение визор упутыхать ну или открыть или закрыть вот до щелчка в принципе с открытым визором я ездил с очками достаточно достаточно это защит что у глаза не светились не попадало ничего сюда вода не попадает нет с этим все хорошо единственно что если шлем шлем грязный лучше не открывать я открыл после поездок в грязи у меня осталось на верхнем крае резора вентиляция работает интереса работает расчувствуется расчувствуется да если погода совсем холодно это при открытии волосам так убегает холодок легкий что довольно прилично ну конечно по грязи принципе не стоит очень близко челюсти дыхание дыхание не хватает ну понятно что это дорожный признать дальше эта сторочка полезная штучка сторожка отличная штука опять же говорю что есть риск и к нулю температуре защищает никуда ничего не дует ну естественно можно дороге есть нет по крыме есть жарко да я ее снял поток воздуха снизу полегче на штамп 30 градусов жара где неси внутренняя обивка вы его стирали да я постирал несколько раз обивку отлично выдерживать стирку и достаточно мягкая удобная нигде ничего не лежала не натирала и она осталась в порядке порядке до 16000 метров осталось в живом виде в принципе участка на ногу хуже чем хотел спросить вы столкнулись с такой проблемой что очки не бывает застревают в этом положении там не открываются назад то есть в некоторых шлемах так ну там такое возникало мы сразу при приеме шлиму мы вот эти вещи все проверяем и которые у которых проблемы такие мы обратно поставщику отправляем хотя спросить вот солнцезащитными очками все мне никаких проблем не было поставить щелку туда обратно вы выжили они вполне не застревали положение четко хорошо с этой стрещоткой удобно удобно да если что мне все-таки через тускай не хватает этих а не регулировка то есть немножко загнал загнал до конца ползунок еще глубже понял немножко свободно принципе ну так нормально держится один из тех кто прошел тест-драйв этого шлема и причем такой краш-тест вернее как ощущение я приложился когда упал собственно там скорость какая была там был где-то 110 120 обгонял колонну а в принципе никакой уже ничего то есть голове было замечательно если что-то царапался защиты не было а так вся защита отработала на ура не ушибов ничего ну там да я так посмотрел такая авария причем ну просто человек очень доволен не знаю что неприкрытые места все-таки пострадать скорость такая что штаны летели сразу же при контакте с асфальтем а там были горка до горные жильцы такого типа охотный грех при первом контакте разлетелись дальше я уже пошел ясно дионисий ну во первых спасибо большое за рассказ во вторых большое спасибо за очередную покупку спасибо за замечательные шлемы